Отправка формы в сообщении электронной почты. Откроем форму, которую мы хотим отправить. Это будет форма учета активов. Если для отправки и получения сообщений электронной почты используется Microsoft Office Outlook, в сообщении электронной почты можно отправить форму. В этом случае в текст сообщения включается HTML, представление формы, а сама форма входит в сообщение в качестве вложения. Давайте пункты меню File, выберем Отправить сообщение. Открывается новое сообщение электронной почты и в тексте мы можем написать, кому мы хотим отправить наше электронное сообщение, кому отправить копии, указав тему и введение. Я сам себе отправлю сообщение. Вот я подготовил поля и в введении написал, что необходимо заполнить указанную форму. Нажмем на кнопку Отправить. Сообщение ушло. Откроем папочку электронной почты, входящие. Увидим, что вот она наша форма. И мы можем ее заполнить в писании. Ну и так далее. Однако, следует обратить внимание, что перед отправкой формы ее рекомендуется опубликовать в таком месте, к которому у пользователей формы есть доступ. Это упростит обновление формы, а также обеспечит правильное выполнение некоторых функций, в том числе подключений данных. Если требуется отправить форму, не публикуя ее в общедоступном месте, ее можно снабдить цифровой подписью, что обеспечит правильность выполнения функций формы и позволит отправлять обновленные версии формы с использованием программы электронной почты. Давайте закроем эту форму. Как вы видите, система нас просит, спрашивает, сохранить изменения в форме. Скажем, да. Закроем Outlook и откроем снова Microsoft Office InfoPad. Выберем файл, открыть, откроем ту же форму, выберем снова файл, меню файл, отправить сообщение, обратите внимание, параметры почты. И в прошлый раз мы отправляли ее как редактируемую форму. Мы можем ее отправить в другом режиме, как снимок для чтения. И пользователь получит почтовое сообщение просто с текущим представлением. Укажем, кому. И нажмем Отправить. Откроем электронную нашу почту. Вот наше второе наше письмо, в котором содержится просто XML. Мальф. Субтитры сделал DimaTorzok